Новости на Дону Это приставка Деда Мороза, я выполню роль настройщика Помогать волонтерам и НКО, а главное проконтролировать выборы Губернатор поставил задачи новому составу общественной палаты Чтобы выборный процесс прошел открыто, полностью легитимно, я бы сказал, чисто Ёлки новые с ростовчанами Семья Голубинцевых снялась в импровизационном эпизоде фильма с беременной Снегурочкой У нас не было такого сценария, слов, он сказал, как вы почувствуете, так вы и говорите На ходу забирались на товарный поезд и сбрасывали из открытых вагонов чугунные слитки По такой схеме, напоминающей вестерны или налеты российской гражданской войны Полтора года работали жители Азовского района Организованная преступная группа образовалась в августе 2015-го С этого времени на железнодорожном перегоне Батайск-Кугей С проезжающих составов стало пропадать железо До декабря 2016-го воры совершили 12 краж на миллион рублей Сброшенные слитки собирали, вывозили на грузовиках и продавали Но схему раскрыли сотрудники управления МВД на транспорте По северо-кавказскому федеральному округу Преступники были взяты с поличным И вот им вынесен приговор Организатор получил 4,5 года колонии общего режима Двое подельников по 3,5, а еще двое отделались двумя годами условно Российские каналы вместо украинских Наконец-то смогут смотреть жители Титовского сельского поселения В Слободе, Титовка, Миллеровского района Установили ретранслятор цифрового телерадиовещания Вообще-то цифровая сеть покрывает практически весь наш регион А такие вышки заполняют белые пятна с низким уровнем сигнала Запустили сегодня цифровой передатчик И очень хотим вам на Новый год сделать подарок Уже от Министерства связи Установить такую современную приставку Это приставка Деда Мороза Я выполню роль настройщика В роли настройщика телесигнала Министр информтехнологии связи Теперь местные жители смогут увидеть в хорошем качестве Новогоднее поздравление российского президента А не украинского Титовское сельское поселение перестало быть белым пятном В сети цифрового телевещания региона Проблему устранила вышка, ретранслирующая эфирный сигнал Раньше здешние антенны ловили в основном украинские каналы А в плохую погоду сигнал вообще пропадал Улучшилось, конечно, качество Ну, во-первых, хотя бы потому, что идет цифровой пакет Цифровой А цифра, ежели идет, то она идет всегда качественно А ежели где-то цифры нет, то нет сигнала вообще То есть такого не бывает, как в аналоге Идет с шумом, идет там еще чем-либо Нет, здесь либо идет, либо не идет Теперь в Титовском сельском поселении Можно смотреть 10 российских телеканалов первого мультиплекса И слушать три радиостанции Ростовская область по покрытию превосходит среднероссийский показатель У нас сегодня этот показатель 98,6% Это большая работа большого коллектива с 2012 года Когда губернатор области Василий Юрьевич Голубев На Сальском ретрансляторе запустил первый цифровой ретранслятор И с того момента началась как раз эпоха цифрового телевидения на Донской земле А качественная сотовая связь и высокоскоростной интернет в Титовке уже есть Базовую станцию здесь поставили ровно два года назад Екатерина Лободина, Дон-24, Миллеровский район Важнейшая задача на следующий год – контроль выборов Но выполнять ее будет уже третий состав общественной палаты Отработавший свое второй собрался на заключительное заседание с участием губернатора Работа общественной палаты второго состава была конструктивной, отмечает глава региона Общественники внесли вклады в создание народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» И в проведение форума почетных граждан и года экологии на Дону На будущее дел не меньше 2018 объявлен годом волонтеров и добровольцев Развивать это направление, провести публичные слушания по проектам НКО А еще организовать общественный контроль на выборах поставил задачи губернатор Две ключевые задачи, которые требуют нашего общего внимания Это практика общественного контроля И придание более мощного, может быть, и после выхода на новый, более качественный уровень И работа по созданию условий, чтобы выборный процесс прошел открыто, полностью легитимно, я бы сказал, чисто Всем этим предстоит заняться следующему созыву общественной палаты Третий состав сформирован уже на две трети Если сегодня нас 47, то будущая палата – это будет 51 человек И начнет будущая палата свою работу по новому закону, которому вносится множество принципиальных новаций в деятельность палаты Окончательно состав сформируют в январе, а пока все уходят на новогодние каникулы Василий Голубев поздравил общественников с наступающим 2018-м И пообещал, что снег этой зимой будет Источник у главы региона достоверный – Дед Мороз с губернаторской елки Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону Первый в области центр бизнеса для студентов открыт в Ростове на базе РГО Ринг Задача работающих здесь консультантов – максимально помочь молодым людям в организации своего дела Создание таких пунктов поддержал губернатор в ежегодном инвестиционном послании Теперь студенты смогут оформить льготный кредит или открыть банковский счет прямо в ВУЗе Ну и, конечно, посоветоваться, каким бизнесом лучше заняться, с чего его начать и как вести Я очень надеюсь, что начинающие предприниматели найдут здесь все ответы на вопросы На многочисленные вопросы, которые возникают перед начинающими предпринимателями Консультанты этого центра могут зарегистрировать ИП, помочь с бизнес-идеей И проконсультируют по налогообложению, бухучету и защите прав предпринимателей Кто будущий предприниматель? Это бывшие студенты Зачем ждать, пока они окончат ВУЗ? Лучше не дожидаться этого окончания ВУЗа, а прямо здесь Каждый студент, имея паспорт, может зайти в такой пункт, образованный, предоставленный ВУЗом Государственным ВУЗом, безвозмездно, и получить все полностью услуги безвозмездно Помогут не только начинающим Андрей Ватутин уже полгода работает в бизнесе сферы питания А сюда пришел за консультацией по налогам Бизнес – это дело нелегкое и много различных бюрократий И когда ты говоришь с практиками, представителями различных органов власти Уже действующими бизнесменами, у которых большой опыт ведения бизнеса Естественно, ты задаешь эти вопросы, и твоя деятельность становится гораздо проще Регистрационно-консультационный пункт предпринимателя будет работать в РГУ по четвергам с 10 утра до часа дня Но если появится необходимость, организаторы время приема увеличат А вообще, подобные центры откроются на базе семи вузов Ростова, Новочеркасска, Таганрога и Новошахтинска Мария Филинкова, Фатима Зурабова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону Собачья жизнь – это выражение мы применяем, когда условия нашего существования далеки от мечтаний Но в 2018-м его смысл обязательно поменяется Просто невозможно представить символ года несчастным Алюминиевых, картонных, плюшековых, пластиковых псов собрали в Ростовском музее современного изобразительного искусства И устроили им выставочную собачью жизнь Художник обладает очень серьезным вкусом, творческим мышлением И здесь она просто видит форму собаки как объект для того, чтобы поиграться с другими материалами и формами Что хотел сказать художник, можно только предполагать Фантастический Борис Марии Богорас из металлического каркаса в кожаном наморднике поражает воображение В том же углу не менее удивляющие работы в апокалиптическом стиле А рядом абсолютно нормальные, но совершенно несчастные бродячие собаки серия «Белка и стрелка» Картонные собаки под ногами, как символ людского безразличия к проблемам бездомных животных По мнению авторов, мы их просто не замечаем Свободный художник Сергей Черепахин играет словами, размерами и высоким напряжением Глядя на ошейник, представляешь огромную злую псину А предназначен он для малюсенького плюшевого щенка Наверное, очень часто люди встречаются с такими большими электрощитовыми На которые написано, не влезай, убьет, осторожно, кабель И вот он увидел в этом название для выставки, для своей будущей работы Осторожно, кабель Работы выполнены из самых неожиданных материалов Смешаны формы, стили И кажется, здесь есть все От инсталляции до арт-объектов Выставка настолько демократична, что рядом с полотнами Таких известных художников, как Лиховит, Ордынская, Куприянов Выставлены работы пока еще никому неизвестных авторов и даже студентов Увидеть и прочувствовать собачью жизнь в Музее современного искусства можно до середины января Галина Горлова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону Когда на улице плюс 8 и не намека на снег Ответственными за новогоднее настроение становятся фильмы Ирония судьбы и чародеи, конечно, не подведут А для кого-то непременным атрибутом новогоднего стола стали елки Для ростовской семьи Голубинцевых точно и на долгие годы Ведь они снялись в елках новых Именно это фото принесло Голубинцевым победу в конкурсе от главного режиссера новых елок И после звонка администратора семья отправилась в осенние новогодние путешествия на съемки в столицу По сюжету мы семья, которая отмечает в квартире Новый год с ребенком И мы ребенка вызвали Снегурочку Это все проявляться, у нас не было такого сценария, слов он сказал Как вы почувствуете, так вы и говорите Новоиспеченные актеры настолько быстро вошли в роль, что сцену сняли всего за пять дублей Ни усталости, ни нервозности, уверяет Александра, на съемочной площадке не было Дебют удался Тем более, что партнером стала актриса Юлия Александрова, сыгравшая беременную Снегурочку Вообще, столько эмоций было, ну, очень здорово Ну, как выжились в роли актеров Режиссер очень добрый, очень улыбчивый Он там с улыбкой подходил к нам, объяснял, что делать, как делать У мамы масса эмоций, но в итоге на экране можно будет увидеть только сына и папу А у Александры в кадре остались только ноги Так почему-то смонтировал режиссер Больше всего сниматься в кино понравилось маленькому Максиму Мальчику нет и двух лет, но он стойко выдержал напряженный съемочный день И теперь мама видит в нем большое сценическое будущее Я вот замечала еще с прошлого Нового года, что он фотогигиеничный, что он красивенький, миленький А сейчас у него уже проявляются именно актерские такие данные У него недавно шарик под потолок улетел Он вот и стать не может, и вот так вот завертелся, завертелся и в обморок упал Обморок, конечно, был импровизацией начинающего драматического актера И маму только порадовал Галина Горлова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону Это все новости к этой минуте Следующий выпуск смотрите в 15 часов В студии был Артем Тарасов С наступающим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова